Вот и лето прошло, будто и не бывало, а яршик мы сейчас построим, будет он самый лучший. Так, получается, 9 блоков должен быть, а это мы сейчас сюда поставим. Какие-то изумруды прикольные стали в этой версии, были другие, согласитесь, эти покрасивее будут, чем в прошлых версиях. Так, сейчас мы еще щетиночки сделаем, его под приукрасим. Екатерина Дмитриевна, можно к вам обратиться? Шоти! Откуда у тебя столько изумрудов у меня, такой вопрос, единственный один, неповторимый. А, вот эти изумруды, которые у меня в руке, это транспортная компания приезжала, я с ней поторговалась там, вот, потом еще ходила, ну вот это, шахт. Неважно, в общем, я тут строю, ершик, отстань. Эти, 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 это вот палочка будет, за которую ершик брать, примерно надо до высоты унитаза ее построить. Нормально, палочка, повыше? Ты че, в Майнкрафтовское казино выиграла, пока я, пока я не видел, откуда у тебя столько блока формата, господи, еще дальше стоит, успокойся, откуда? Это, это, пока тебя не было, я это, в шахту сходила там, покопала. Знаешь, мне так повезло, у меня шкирка-то на это, зачарование, это вот удача. Мне сразу с одного блока 10 выпало, отвечаю. Ага, слушай, а вот эта шахта, она случайно не в аду была? И эта шахта случайно не Пиглин называется? Ну, кто смотрел предыдущую серию, тот знает, о чем я говорю, а? Ты, 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 в своем уме нет, конечно, это обычная классическая шахта, я в ад без тебя не хожу, нет, ты что? Ага, да, то есть пока ролик мы с тобой не записывали, ты случайно в ад не пошла, и вот чисто случайно предметы не раздублировала, да? Не, не вот, не раздюпала, как оно говорится, да, вот этим багом майнкрафта? Да, ты случайно не пошла, я в ад, случайно я ничего не дюпала, там это павука вон убей, вот павука лучше убей, да? Будь полезным, павука убей. Ладно, убью, все. Смотри, и ты, и ты вот столько сейчас ресурсов потратила на то, чтобы один какой-то проклятый ёршик построить, ты смотри, она просраивается с помощью изумрудов, вот это зажралась, мать, у тебя что, других блоков нет? Так, подожди, ну ты аккуратней, ну что ты мне тут все ломаешь, это была моя лесенка, ты лучше на ёршик-то погляди, ну не, ну что ты, ну палку надо было выше, ну надо выше палку, ё-о-о-о. Да куда, у тебя есть еще алмазные блоки, чтобы палку еще выше сделать, ты смотри, она изумрудами просраивается. Да ты подожди, ты там это не мишури вот это, сейчас подожди, так, мы сейчас простроимся, и палочку повыше, гляди повыше, вот так. Да куда выше, это палка для великана какая-то, дали же ее чуть-чуть сделай. Не-не-не, все, мне вот так нравится, будет вот такая палочка, оп, теперь все ломаем. Чуть не забыла в ёршике кисточки ставить наверху же тоже надо, оп, еще вот здесь вот доставим сейчас, ты оценивай, оценивай, говори, как ёршик-то тебе нравится? Ну, он мне нравится, но он бесполезный, мне кажется, ты вообще в курсе то, что у нас на сегодняшнюю серию были совершенно другие планы, а не вот это вот все. А я уже освободилась, а я уже все, ёршик готов, там, правда, один блок изумруда застрял, но ты потом его подберешь как-нибудь. Ну, 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 неплохо, неплохо, ладно, все, пускай он тогда здесь стоит, но я его, наверное, потом взорву, когда ты видеть не будешь, а то, ну, все же, блоки, она, походу, на четыре лаваду через вот этот баг, и просто мне не рассказывать. Ну, ладно, это будет уже чуть позже, да, Кать, пошли. Это, это я ничего не четырила, ты это что-то, побойся меня так говорить. Ну, ничего, я потом взорву, но это ты не увидишь, это ты потом не увидишь, а, все, давай иди сюда за мной. Я тебе потом твою жизнь взорву. Кого? Ёршик мой, не трогай. Лето как бы прошло, да, но сегодня же у нас праздник получается, великий праздник, вот какой праздник, скажи, Кать, какой у нас праздник сегодня? Какой у нас сегодня праздник, о чем ты? Ну, скажи, какой у нас сегодня праздник, какой праздник отмечает вся планета, скажи, пожалуйста. Да какой праздник, я вообще не без понятия о чем ты. День рождения у моей мамы сегодня, вот какой праздник! Эээ, блин, это был вопрос с подвохом. Точно, да я помнила, у твоей мамы сегодня день рождения. Да, но мы сегодня не вот этот праздник отмечаем, мы отмечаем немножко другой праздник, который называется Первое Адское Сентября. Ну, все же рады, что сегодня пошли в школу, да? Вот все же рады, вот ты рады, да. Так, ладно, поэтому, ты помнишь, ты помнишь вот ту идею подписчиков, которую вот это писали в комментарии примерно неделю назад? Да я помню, что они писали, я сама тебе даже эту тему предлагала, я просто забыла. Я-то уже все откинулась, как там говорят-то, все мне уже никуда не надо офигеть. Но ты-то радуйся, радуйся, но, наверное, 95% подписчиков, которые находятся здесь, сейчас будут плакать в комментариях из-за того, что школка началась. Так, здесь вроде все подготовил, потом ездишь, то потом сюда вернемся, да? Все, давай, пинюхай строкостанцию сюда за мной. А я думала о том же, о чем и ты? Ты думаешь о том же, о чём и я. О чём ты думаешь? А ты о чём думаешь? О тебе? А, не, а я-то думала о том, что нам школу надо построить нашим детишкам. Ну это как бы да, поэтому я уже подготовил там такую маленькую площадку, которая у нас будет возле твоей сцены. Ты же не против то, что у нас там будет школа, а? Я не против, дети будут петь на свежем воздухе, урок пения, как говорится, он всегда нужен. Да, а через окна будут любоваться на золотой сральнике изумруда алмазный вот этот ёршик. Почему бы и нет, да? Будут с самого детства лицезреться прекрасно и воспитывать в себе дух искусства. Держи половину блоков вот этого сухого бетона, и если ты не заметила в начале серии, то здесь от одного вот этого блока гравия, который здесь находится, к другому надо простроить стенки. Это у нас будет вот этот классный кабинет в будущем. А почему бетон сухой, а не мокро-серый, сихой, мокрый? Почему? Да потому что я так захотел, и он будет сухим, какая разница. А я его возьму и намочу. Не надо никого мочить, выстраивай стенки, а я начну выстраивать их в высоту, потому что они у нас будут четыре блока. А на окнах мы железные прутья навесим, чтобы никто из школы через окна не убегал. Ты согласна? Да, я согласна. А Игорёхи тут мне помогать будут или мешать, я не поняла. Не знаю, уже учиться, наверное, хотят. Давай вот это выстраивай и не отвлекайся. Вы только посмотрите, какой у нас классный, эээ, классный кабинет. Мы отталкивались в дизайне от моих юношеских лет. Так примерно выглядела моя школа. Эх, такие воспоминания, такая ностальгия, будь это время проклято вообще. Но на самом деле, что самое важное в школе? Это, конечно же, школьная доска. Такая зелёная, противная, по которой мел скрипит, и у тебя мурашки просыпаются просто. А это волшебное слово учителя. К доске. Ну, сейчас мы её и сделаем. Освободим место для нашей будущей доски. И застроим её мокро-серо-сухим зелёно-бетоном. Давай, давай. Бетоном? Так мы же керамикой договаривались, не? А, может, это и керамика, мне всё равно. Ну, главное, чтобы она зелёная была. Главное, чтобы зелёная. Слушай, а у меня в Португалии, где я здесь учился, у меня чёрная школьная доска была. Ну, вот у меня тоже в школе были чёрные доски, но это лохозаврские доски были. Самые модные зелёные. Да, всё, давай. Вот, да, вот и всё. Ну, так слушай, а это случайно не огромная доска? Какая-то она на пол кабинета получается. А, тут все сразу уроки будут вести. На половине будет тут математика, на другой половине русский. Посерединке история. Ну, кстати, умно, умно. Так, а сейчас, подожди, я тогда сделаю быстренько. Мне нужно заварганить верстачок. Он у нас будет вот здесь. Пол я хочу сделать из бревно тёмного дуба. Но, ты сейчас будешь кричать от счастья, когда я тебе скажу, что с ним надо делать. Сейчас, подожди. Где мой топор? Ну, ты уже поняла, да? Тебе сейчас нужно это всё будет чистить кору. Ты же, Катюшка, корочист. Да, я уже начала. Слушай, ну раз уж мы о школе-то заговорили, а можно я школьную историю свою расскажу? Не, давай, пожалуйста, сегодня без истории. А то, когда ты начинаешь историю рассказывать, это на полчаса затянется. Давай без них, пожалуйста. Да, ну пожалуйста, да, пожалуйста, я расскажу школьную историю, она крутая. Нет! Ну, хорошо, короче, слушай. Как-то раз в начальке нам пришёл врач в кабинет. И говорит, дети, надо сдать анализы. Ну, все сдают анализы, там, школьному врачу кровушка, там, и кое-что другое. Ну, вы поняли, что. Ну, такое, типа, что сдают обычно в спичном коробке? Вот утречком вы сделали свои дела, положили и пошли в школу отдали врачу. Вот, настал тот самый день. Мы все принесли, достаем из своих рюкзаков этот спичный коробок, или у кого-то там специальная какая-то там баночка была. А мой одноклассник достаёт огромный целлофановый прозрачный пакет. А там внутри, просто огромная колбаса. Вот это хорошая история, вот это хорошая, не то, что ты обычно расскажешь. Он в целлофановом пакете прям вот эту сосиску принёс огромную. Прям целую, да. Я и просто, просто этот мой одноклассник, он был моим соседом по партии, я прям ближе всего к нему находилась. Если кому-то в этом году надо будет сдавать анализы в спичном коробке, приносите, какая вот это вот всё остальное. Не в целлофановом пакете прям огромную вот это, да. Спасибо, Кать, за получительную историю. Надеюсь, он не посмотрит эту сеть. А ещё? Всё! Хватит истории! Я зашла в школу? Строй пол, тихо, строй пол, всё, хватит. Да просто вахтёрша открыла дверь в гардеробную, а я в это время как раз проходила, она мне прям дверью шиндарахнула по башке. А, поэтому ты такая у меня уникальная на всю голову, да? Прям с причудами. Да, всё, иди строй дальше. А ещё? А, там один раз было, очень интересно. Ну, красота же! Какой у нас красивый будет пол для наших детей, да? Да, ещё нужно обязательно поставить парты и стулья. А то чё, они просто так стоя, что ли, будут на эту доску смотреть? Именно этим мы сейчас с тобой и будем заниматься. И примерно где-то вот здесь у нас будет первая парта. Вот так вот. И здесь сзади сразу же, вот, здесь будет вторая парта. То есть у нас их не так много будет в классе, ну, шесть штук. Мне кажется, шесть штук это нормально, не? Так, ну у нас здесь на первой парте будет сидеть булочка с корицей, здесь её хахаль. Сюда мы посадим Пашку, Машку, Наташку, вот это вот и всех сюда за эту парту. Так, а здесь кто у нас будет сидеть? Я не знаю, Чебурак уже вырос, он уже большой. Ну да, у Чебурака уже дети, не-не-не. Лимончик, лимончик же в школу. Лимончик в школу пойдёт. Так, а это чтобы дети на уроке не расслаблялись. Костёрчики по цараку поставим. Вот это вот сюда, подожди. Ну, вот так нормально будет, как думаешь? Слушай, ну потуши, ну ты будь человеком-то, а? Ну им слишком жарко будет. Тогда ладно, потушим. Четыре парты. Ну слушай, у нас тогда не столько много детей в классе будет учиться, как я думал. То есть не все наши дети сюда сейчас придут. А ты знаешь, образование, оно не для всех. Не для всех. Да ещё и дорогое нынче у нас образование. Так, подожди. Всё, туши, давай, туши костры. Давай, быстро. Так, ну это мы сделаем две смены. Одна первую смену будет ходить, потом во вторую. Как тушить-то костёр? Я сейчас подожгусь, я горю. Да что за фигня, как потушить? Лопату в руку возьми правой кнопкой. Бросс это, горю, горю. Всё. Опа, опа, опа. Так, здесь у нас будут стулья, получается. Сейчас, подожди, я их расставлю со всех сторон. Слушай, а у меня вот самый главный вопрос. А кто у нас с училкой-то будет подрабатывать, а? Ну я думаю, надо объявление отдать, и мы кого-нибудь примем на работу обязательно. Главное, чтобы собеседование прошло. Это да, это да. Так, подожди. Самое главное, что мы с тобой пока что не сделали, окна же должны быть, не? Поэтому сейчас мы их построим где-то вот здесь. Ну давай тогда огромные, прям такие панорамные сделаем. Чё думаешь? Так, ты пока окнами занимайся, а я немножко мебелью всё это тут подустрою. Кстати, да. Вот так вот. Вот сзади, сзади парт сделай вот эти шкафчики, или как они там называются? Ну да, это яшечки, чтобы там свои личные вещи хранить, сменку там, ещё что-нибудь. Ага, и вот так. Всё. А вот с этой стороны у нас тогда получается будет коридор. У тебя же в школе были вот это окна в коридор, не? Да я вообще уже не помню, что у меня в этой школе было. Да я школу даже не помню. Ага, вот каждый раз, когда ты проходила вот это по коридору, подпрыгивала и смотрела в окно, кто там учится. Ну у меня лично так было, не зная как у тебя. Всё, готово! А ты тут чё забабахала? Так, ну у нас тут полочки, книжные шкафчики, а ещё я сейчас сделаю кулер. Вот лично у меня в классе стоял кулер, и мы все пили водичку. Нифига себе зажравшийся! Если бы у меня в школе был кулер, да я бы эту школу ещё бы больше любил. Ну я её как бы не любил, ничего не подумайте. Так, ладно, тогда я здесь сделаю вот, чтобы шкафчики у нас были покрасивее. Не так, как Катя построила. В смысле? Я нормально построила! Вот тебе и кулер готов! Ну, жалко, конечно, что он водичку раздавать не будет. Ну неплохо, кто ты где научилась этому? Ну, конечно же, всякие туториалы на ютубе смотрела, ну. Для учителя мы установим вот здесь кафедру, чтобы ему было удобнее и лучше разговаривать со своей аудиторией. Ещё книжечку сюда для красоты поставим. Оп! А теперь самое главное, это цветы. В классе всегда должны быть цветы. Это кислород. Оп, вот так. И ромашку сюда у щелки поставим. А так вот. Двери. Двери в кабинет тоже должны быть, но я ненавижу Майнкрафт за то, что ты делаешь одну дверь, а получается три всегда. Вот это больше всего бесит. Для кого разработчики Майнкрафта сделали? То, что вот одна дверь, вот вторая дверь. Чё мне, с третьей дверью вот это делать? Выкидывать, конечно же. Сюда ставим. Вот так, слушай, а ты вот эти, ты колокольцы взяла, которые я тебе просил вот это пришаманить сюда, а? Да, две штуки. Сейчас бегу, бегу, бегу. Давай установим. Ага, ну давай вот сюда, где-то снаружи, вот туда, за пиндюкой. Отсюда. И с другой стороны тоже вот туда иди. Всё, вот туда. Всё, молодец. Вот я тут кое-что заметил. Мы просто с тобой заработались, поэтому я только сейчас на это внимание обратил. Вот, подойди вот сюда ближе, подойди вот сюда ближе. Если ты можешь, сними, пожалуйста, сними, не-не-не, сюда, сюда, туда не надо смотреть, это школьная доска, там всегда всякие гадости пишут. Это не я был, кстати. Таки, сними, пожалуйста, свой шлемчик на пару секунд. Да тебе зачем ещё? Я не хочу ничего снимать. Ну потому что я вижу, у тебя там кое-что торчит из-под этого шлема. Сними, пожалуйста. У меня ничего не торчит, тебе кажется. Ты это, иди там детей поздравь с первым сентября, у меня ничего не торчит. Ну я же вижу, что торчит. Ну покажи, ну она мне уже показывала в реальной жизни. Ну покажи ты подписчикам, ну господи, ну чё ты стесняешься? И броньку-то напялила и даже не снимает её. Давай раздевайся, Кать. Ну в смысле? Ну ладно, ладно, покажу. Вот, да. Да, у меня теперь другого цвета волосы, ну и что? Ну красавица-то какая! Она в реальной жизни покрасилась Дуримонда в розовый цвет. Ну смотри, не Дуримонда! Не в том плане Дуримонда, а Дуримондочка вот эта покрасилась. Поэтому мы и поменяли вот этот скин в Майнкрафте. Сейчас она вот такая красопеточка у нас. Да, я такая. Всё, всё, я пошла гулять. Ты-то большой молодежь, ты пошла гулять. А в классе-то у нас кто учиться будет? Мне кажется, детей тогда сюда надо уже при шамане, чтобы они за парты рассеялись. Чё думаешь? А если дождь? Ты-то посмотри на потолок. Эээ, ну, школа на открытом воздухе. Слушай, мы в этой серии с тобой договаривались только классный класс построить вот это. А вот полноценную школу как бы нет. Ну ты чё, сумасшедший, что ли, совсем всё в одной серии уместить? Да я уже устала её про ЗТ. И ты тоже. Дед, старый вот скрипишь, ходишь. Надо отдохнуть, а потом уже достроить. Ну ты отчасти права. Да да и на самом деле у меня же 1 сентября, допустим, никогда уроков не было. А мы приходили такие, а, вот это ваш новый класс, и выгоняли нас к чёртовой бабушке отсюда. А вот уже 2-го, 3-го сентября настоящая учёба будет начинаться. Всё, всех сюда детей потом пришаманим в следующей серии. И они начнут учиться. Наймём здесь кого-то. Может, Леру вот это, Лера, Лера-Колодец. И она будет здесь уроки, допустим, вести. Слушай, Лера в качестве училки вообще будет идеально. Точно, наймём её на работу. Ну, у нас-то школа не закончена ещё, но... У всех же сегодня праздник, поэтому в любом случае мы строили как бы школу, но всех тех, кто сейчас смотрит этот ролик, ну как бы реально надо с праздником поздравить. Я понимаю то, что ещё один год ада и мучений, но всё же 1 сентября. Надо вот это не тупым быть, надо учиться получается, да? Учиться? Это хорошо. Я на самом деле любила учиться. Да. А вот сейчас у меня к тебе просьба. Спой какую-то песенку вот эту про 1 сентября. Изгоняй домой, притащи мне примерно штук 10 Тинти. Хорошо? А я тебя здесь подожду. Так эту песенку-то я спою, но я тебе никакой Тинти не принесу. И не трогай, мой ёршик. Это не твой ёршик. Ты его чин, вот это ты его багом в аду добыла с помощью мелких пиглинов. А ты докажи и попробуй, может я сама это всё добыла, а? Кто же мне надумал это в праздник взрывать, мой ёршик? Ты что, у детей праздник нельзя шуметь в городе? А вот и лето прошло. Насловно и не бывало. Ёршик, мы не трогай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова